Владимир Тюрин родился 25 ноября 1958 года в поселке Терлянский Башкирская ССР, окончил школу с золотой медалью и государственное музыкальное училище имени Гнесинах, позже получил экономическое образование в Ленинградском государственном политехническом институте. 1 ноября 1974 года, в возрасте 16 лет, был осужден Иркутским областным судом. 11 июня 1980 года Тюрин был осужден Братским городским судом за соучастие в квартирной краже и злостное хулиганство. 28 октября 1985 года Братский городской суд приговорил его за занятие запрещенным промыслом и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность к 4,5 годам и лишения свободы. Срок Тюрин отбывал в одной из колоний Иркутской области, Освободился в 1989 году, в 1991 году уехал жить к своей жене в Казахстан, где после распада из СССР и получил гражданство, однако вскоре вернулся в Россию. 10 июня 1991 года в своем автомобиле был взорван братский вор в законе Александр Моисеев. Масса, поставленная япончиком смотрящим по Иркутской области. Вскоре бригаду массива сглавил его ближайший друг Тюрин, на которого весной 1993 года совершили покушение, брошенное в окно его автомобиля граната отскочила и взорвалась, не причинив криминальному авторитету никакого вреда. После коронации в 1993 году, по другим данным, Тюрик был коронован в 1994 году, он все чаще стал появляться в Москве, бывая в Восточной Сибири и Санкт-Петербурге наездами. В 1990-х годах Тюрик возглавлял так называемую Братскую, от города Братск в Иркутской области, организованную преступную группировку, контролировал Братский алюминиевый завод, единственное в Братске казино и ряд других предприятий области, каналы экспорта металлов и леса из Восточной Сибири через Санкт-Петербург в Прибалтику и Западную Европу, крышевал многих предпринимателей, активно участвовал в криминальных разборках и алюминиевых войнах. В частности, в феврале 1994 года Тюрик как представитель воровского клана Япончика ознакомил криминальный мир Иркутска с решением воровской сходки, лишивший воровского титула ранее влиятельного грузинского законника Илью Симония, Маха. В Москве основным местом встречи досуга Тюрина было казино «Голден Палас». В 1998 году Тюрин, опасавшийся за свою жизнь, перебрался в Испанию, где поселился в муниципалитете Орию Элла по соседству с ворами в законе Захарием Калашевым, Шакро Молодым, Вахтангом Кардавой и Джамалом Хачидзе. 15 марта 1999 года следственный отдел УФСБ РФ по Иркутской области возбудил в отношении Тюрина уголовное дело по факту подделки и использования заграничных паспортов на чужие фамилии, однако по неизвестным причинам дело было закрыто. На 2000-е 2001 годы пришелся пик активности Братских в Санкт-Петербурге, где они организовали окна на таможне и попытались взять под свой контроль морской торговый порт. В октябре 2002 года воры в законе Тюрик, Шакро Молодой и Дед Хасан участвовали в сходке, проходившей в Женеве. В феврале 2003 года Тюрин вместе с Олегом Дерипаской прилетал в Братск на празднование юбилея компании «Русский алюминий», а затем участвовал в собрании акционеров ОАО «Иркутская энерго». 20 и 21 марта 2003 года Тюрин принимал участие в представительской сходке, на которой также присутствовали воры в законе Захарий Калашов, Шакро Молодой, Аслан Усайян, Дед Хасан, Виталий Изгилов, Зверь, Тария Ланяна, Таро, Мираб Гаге, Мираб Илемеле, Джамал Хачидзе, Джамал, Вахтан Кардава, Ваха, Мамука Микеладзе и Армин Рутюнов, криминальный авторитет и авторитетный бизнесмен и Константин Манукян и Леон Лан. Формально встреча была приурочена к празднованию дня рождения Калашова и проходила в Оликанте в отеле Монтиболе. Тогда же было принято решение о создании прачечной, сети фирм, через которые криминальные структуры отмывали свои доходы, вкладывая их в недвижимость курортного региона Коста-Дельсоль. Летом 2005 года испанская полиция провела против русской мафии крупномасштабную операцию под кодовым названием ОСА, задержав около 200 человек, в том числе Виталия Изгилова и Мира Багаге, однако Тюрину, находившемуся в тот момент в России, удалось избежать ареста. 26 октября 2005 года Верховный суд Испании объявил его в международный розыск, а в мае 2006 года в ОАЭ был арестован один из ближайших партнеров Тюрика, Шакра Молодой. В 2009 году Тюрин был задержан в Монголии по ориентировке Интерпола, однако, когда испанцы прибыли туда для экстрадиции авторитета, то обнаружили в тюрьме его родного брата. В начале 2010 года власти Испании отправили в Россию запрос на выдачу Тюрина, Ань-Ане, Лана и Манукяна. Лан был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве 5 марта 2010 года и 19 мая 2011 года экстрадирован в Испанию. Хамовнический суд Москвы в июле 2010 года приговорил Аняни к 2010 годам колонии строгого режима за похищение человека и ломогательство, а весной 2011 года его отправляли в Испанию для проведения с ним следственных действий. Кроме того, 1 июня 2010 года Верховный суд Испании приговорил Калашова к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы за отмывание денег. Арест, следствие и освобождение 2 ноября 2010 года Тюрин был задержан оперативниками Мура и сотрудниками ФСБ в московском ресторане «Купол» на Новом Арбате. Испанские власти, по запросу которых проводилось задержание, обвиняли его в создании преступного сообщества и отмывании криминальных денег, которые вкладывались в недвижимость на приморских курортах. Кроме того, по информации испанских спецслужб к финансовым схемам Тюрина, Калашова были причастны структуры бизнесменов Олега Дерипаски и Михаила Черного. Суд арестовал Тюрина, который, как выяснилось, являлся гражданином Казахстана. А российское гражданство якобы получил незаконно, вор в законе был помещен в Бутырский следственный изолятор, откуда регулярно звонил деду Хасану и другим авторитетам. Кстати, на момент ареста Тюрин писал кандидатскую диссертацию на тему экономика и управления и был близок к ее защите. 20 октября 2011 года Пресненский райсуд Москвы перевел Тюрина под домашний арест в квартиру на Большой Полянке. В феврале 2012 года адвокаты Тюрина смогли доказать его российское гражданство, так как до 6 февраля 1992 года он постоянно проживал на территории России, хотя и был прописан в Алма-Ате. На этом основании Генпрокуратуры России отказалось выдать Тюрина властям Испании, а так как в России Тюрин не являлся фигурантом уголовных дел и претензий к нему не было, то он был освобожден из-под домашнего ареста и получил новый российский паспорт. По оперативным данным, в последнее время Тюрин отошел от криминальной деятельности и занялся легальным бизнесом. Несмотря на близость к кавказскому клану Деда Хасана, Тюрик придерживается в криминальном мире довольно независимой позиции и поддерживает хорошие отношения со многими оппозиционными славянскими ворами в законе, как, например, с Алексеем Суворовым, Петрик или Леня Хитрый. В январе 2015 года московская полиция провела облаву на лидеров криминального мира и разогнала их сходку в офисе компании столицы в Большом Саввинском переулке. Были задержаны пятеро воров в законе из клана Деда Хасана, Владимир Тюрин, Тюрик, Василий Христофоров, Воскрес, Алексей Забовин, Забава, Олег Пирогов, Сыркач и Тимур Асфарайян, Тека. Они собрались обсудить положение в Казани, где осенью 2014 года по инициативе славянских воров Шишкана, Мухи, Пана, Костыля и Самарского был коронован Рома Сыч. В сходке также принимали участие еще трое воров в законе – Юрий Пичугин, Пичуга, Махарег Ворами, Мацоксинакский и Рожидин Михралиев, Раджик Нижневартовский. Они ушли за несколько минут до начала облавы, однако вскоре всех троих задержали в ресторане «Заферна», расположенном в бизнес-центре Латти Плазы на Новинском бульваре. Тюрин имеет обширные связи среди влиятельных бизнесменов, высокопоставленных политиков и чиновников, в том числе в силовых и судебных структурах. Одним из лоббистов Тюрика называли депутата Госдумы четвертого созыва Николая Курьяновича, а также в мире искусства и шоу-бизнеса. Он помогал многим звездам Большого театра. В сферу экономических интересов Тюрина и его доверенных лиц входили предприятия алюминиевой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, нефтехимической промышленности, энергетики и банковского сектора. Тюрин владел обширной недвижимостью в Москве, Испании и Франции. Кроме того, в клане деду Хасана Тюрик отвечал за финансовые вопросы, в частности за выплату взяток высокопоставленным сотрудникам ФСИН, а также за комфортные условия отсидки членами клана. Борьба за власть с января 2017 года в российском криминальном мире шла борьба за то, кто возглавит управление общаком. После убийства деда Хасана у руля встал Шакра молодой, но когда стало известно, что он надолго останется за решеткой, на пост руководителя стали претендовать глава славянского клана Юрий Пичугин, Пичуга, которого поддерживал Василий Христофоров, Васа Христос, а также Владимир Тюрин, Тюрик, Олег Шишканов, Шишкан, и Алексей Петров, Петрик. Однако Шакра молодой поставил вместо себя главного распорядителя общака Кахабера Парпалия, Кахугайского. В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Тюрина в новый санкционный список.